Всем большой привет! Сегодня хочу предложить варианты заготовки домашних здоровых полуфабрикатов. Видео получилось длинное, поэтому разделю на две части. Сегодня заготовки из целой тушки индейки, в следующем видео из утки. Это может быть абсолютно любая птица или мясо. Я придерживаюсь принципа разнообразия, что подразумевает чередование мясных блюд. Свинина, курица, печень, сердце, рыба, индейка и утка. Поэтому таких заготовок, а индейка была около 5,5 кг, мне хватит очень надолго. Разделала индейку я за кадром. Все мясо, какое можно было срезать, срезала. Из остого и всех костей сразу ставлю вариться костный бульон. Тут подсказка со ссылкой на видео о костном бульоне. Что это, зачем и почему, и главное, в чем его польза. В целом, с отвлечением на детей, на игры, я делала эти заготовки в течение всего дня. И все это время бульон варился. Процеживаю и разливаю потаром разного размера. Это удобно для приготовления разных блюд. Большие для супов, маленькие для каш или подливы. Храню в морозилке. Также с остого сняла вот такое внушительное количество мяса. Оно пойдет в супчик. Его тоже в мороз до надобности. И первая порция индейки готова. Тут вся мякоть, какую удалось снять. Выбираю самую красивую ровную грудку. Снимаю шкурку, удаляю все пленки. И из нее буду делать сушеное мясо. Или вяленое, или балык. Или вообще все равно, как оно там называется. Главное, что вкусно и здорово. Этот рецепт тоже сделаю отдельным видео, чтобы проще было находить. А пока только засаливаю в огромном количестве соли. И выбираю мариноваться. Вторая порция индейки ушла готовиться. Третью порцию делаю из всего, что не снимается с костей. Тут оба крыла, остатки от двух ног и часть хребта с хвостиком. Они в соевом соусе с чесноком и медом. И будут запекаться в духовке. В принципе, тоже можно заморозить, но я приготовлю сразу. Ну и перехожу к работе с мякотью. Все, что осталось, нарезаю полосками для мясорубки. А часть грудинки нарезаю на такие продолговатые полосочки. Из них сделаю что-то вроде наггетсов. Но канал у меня о здоровом питании. Поэтому, конечно, никаких непонятных обсыпок и жарки во фритюре. Прямо в тарелке солю, перчу, добавляю куркуму и сушеный чеснок. Хорошенько втираю специи. Далее тоже прям так посыпаю мукой. Для цели обсыпки беру обычно нутовую или чечевичную. В выпечке они мне абсолютно не нравятся. Но они довольно полезные. Особенно по сравнению с пшеничной мукой. Вот нашла такое им применение. Их, кстати, можно сделать дома самостоятельно в кофемолке из злаков. Далее вливаю яйцо. Ну, конечно, нужно в нем обмакивать. Но у меня такой ленивый мамский вариант. И далее снова обваливаю в муке. Можно, кстати, в дробленой овсянке, например. Или в домашних сухарях измельченных. Это была уже четвертая индейчная порция. Возвращаюсь к мякоти. Все, что осталось, а это часть грудинки и два бедра, измельчаю в фарш. Фарша в моем случае будет два. Второй из утки. И для одних котлет я индейку и утку буду смешивать. Поэтому тут упоминаю оба. Однако начну с фрикаделек из одной индейки. Пару-тройку больших ложек откладываю отдельно. Лук, чеснок, соль, перец, специи и немного муки. И формирую маленькие фрикадельки. Подойдут и для супа, и просто в подливе потушить. И индейка, и утка. Мясо не дешевое. Но все же я предпочитаю в меню иметь все возможные виды белка, витаминов и минералов в нем. Каждый вид мяса имеет уникальный состав по незаменимым аминокислотам. Усваивается по-разному. Несет в организм разное соотношение витаминов и минералов. Поэтому здоровье дороже. Доску застилаю пакетом, чтобы заготовки не примерзли. И в этом же пакете потом храню. Оставшийся фарш делю на две части. В одну часть добавляю чеснок, нарезаю и слегка обжариваю лук с шампиньонами. Конечно, лучше, если это будут лесные грибы. Соль, специи, все как обычно. И еще добавляю отваренные до готовности бурый рис и кенуа. Тут именно до готовности, потому как бурый рис варится очень долго. Но при этом имеет гораздо больше пользы в составе, чем очищенный белый. Формирую ежики или тефтельки и также отправляю в заморозку. Можно заметить, что довольно много мяса получается именно в виде фарша. Это не просто так. В измельченном виде организму гораздо проще усваивать белок. Поэтому фарш, рубленное мясо, а также еще и хорошо промаринованное мясо – большие помощники организму в расщеплении и усвоении белка. Особенно это важно детскому организму, который именно за счет белка растет и развивается. И в оставшуюся седьмую порцию индейки смешиваю 50 на 50 с утиным фаршем. Мне кажется, смеси всегда вкуснее. Свинина и говядина, курица и говядина. А у меня вот такой вот птичный вариант. Сюда тоже добавляю лук, чеснок, соль и специи. И вместо наполнителя добавляю немного брокколи. Это может быть и кабачок, и перчик, что угодно. Детям незаметно и побольше клетчатки. Тоже формирую, обваливаю в той же чечевичной муке и в заморозку. Общий результат покажу в следующем видео с заготовками из утки. А на сегодня здоровья и полезного всем аппетита!